Притяжение земли Которым мы в детстве прошли И дорог, по которым пройти предстоит Там горы высокие Там степи бескрайние Там ветры летят По проселкам пыля Мы дети галактики Но самое главное Мы дети твои Дорогая земля Здравствуйте, уважаемые удаленные зрители Уважаемые слушатели многоуровневого интерактивного курса физики После того, как был закончен разговор об аппарате В математическом и идеологическом аппарате Которым пользуется классическая механика Мы переходим к новому разделу нашего курса Посвященного приложениям классической механики Тем приложениям Которые, несмотря на то, что сегодня классическая механика Немного устарела Появились новые, более широкие подходы физики Тем не менее, существуют разделы В которых описание по-прежнему может продолжаться на языке классической физики Так вот, начиная с этого раздела Мы будем снимать наш курс в несколько новом формате В формате out of doors Не на фоне черной доски А на фоне приятных пейзажей Ленобласти, России и зарубежья Итак, сейчас пойдет речь о том Как менялись взгляды человечества На природу ближнего космоса Как менялись космологические концепции Как постепенно человечество пришло к тому пониманию строения ближнего космоса Которое теперь, несмотря на усилия некоторых не очень серьезных людей Пытающихся сегодня доказать, что Земля плоская Которые, конечно же, теперь считаются общепринятыми Итак, развитие взглядов на природу ближнего космоса Welcome! Одну простую лекцию А может и не лекцию А может и не простую Хотим вам рассказать Ее мы помним с детства Но курса со второго А может и не помним Но будем поминать В рамках этой лекции Мы обсудим развитие космологических концепций В даньютоновскую эпоху Которая была свидетелем Достаточно ожесточенной борьбы Между гео- и гелиоцентрическими системами мира Борьбы, итогом которой Стало создание небесной механики Кеплера Во втором модуле лекции Речь пойдет про небесную механику Ньютона И про то первое в истории человечества Великое объединение идей Которое, по сути дела, положило Начало теоретической физики Третий модуль нашей лекции Будет посвящен анализу Простейших форм движения Космических тел В гравитационных полях Движений, которые практически могут быть рассмотрены На базе школьной программы Мы обсудим первую, вторую И последующие космические скорости А также процесс взаимодействия спутника С атмосферой планеты При этом нам понадобится Рассчитать потенциальную энергию Взаимодействия точечного тела С гравитирующим центром Этот расчет во многом пригодится При рассмотрении более сложных задач Следующих модулей лекции Четвертый модуль окажется Гораздо более сильно математизированным Чем все предыдущие В его рамках Мы получим законы Кеплера Из небесной механики Ньютона А также, используя брожение Для гравитационной энергии Взаимодействия двух точечных тел Докажем, что сферическое тело И точечный объект Взаимодействуют так же Как взаимодействуют два точечных тела С соответствующими массами Последний модуль нашей лекции Будет посвящен обсуждению Границ применимости Ньютоновской небесной механики Будут озвучены проблемные вопросы Исчерпывающие ответы на которые Не удается найти В рамках классического подхода В заключении лекции Будет рассмотрено Уникальное свойство гравитационных сил Осознание которого Привело человечество В начале 20 века К новому взгляду На весь комплекс проблем Связанных с гравитацией Информация для любознательных Запись этого видеофрагмента Производилась на Карельском перешейке Примерно в 30 километрах от Выборга На полигоне Каменка Там, где когда-то проходили Непростые бои Русско-финской войны Там, где с тех пор Осталась линия обороны финнов Так называемая Линия Манергейна Редактор субтитров А.Семкин